Это Омск здесь. Двигаемся дальше. Атмосферу праздника скоро начнут создавать на улицах города. К примеру, сквер имени Дзержинского украсит световой фонтан. Флаги с новогодней символикой вывесят от Ленинградского моста до Кировской развязки. Также засверкают огнями улицы Гагарина, Ленина, Партизанская и Соборная площади. А на елке у мэрии разместят больше 70 пластиковых шаров и гирлянды. Еще одна примета. Нового года традиционные мандарины и сладкие наборы в магазинах. Цены на них каждый год, мне кажется, мягко говоря, завышенными. Сколько мы переплачиваем и есть ли в этих наборах действительно шоколадные конфеты, выясняла Алена Бензик. Новогодний сюрприз, лесная или рождественская тайна. Что скрывают эти названия и яркая упаковка, действительно загадка. Перечень конфет неизвестных производителей и химический состав о вкусе ничего не говорят. Более того, некоторые предприниматели мелким шрифтом указывают, что оставляют за собой право на частичную замену указанного на этикетке ассортимента. В наборах не всегда есть те конфеты, которые достойны внимания. Часто это бывают карамельные конфеты. Часто шоколад не высшего качества. Только природные ингредиенты, натуральный бельгийский шоколад и немного души. Вот рецепт вкуснейших конфет, считает Ольга Голосова. На создание порции кондитерских шедевров шоколадея тратит день, а то и два. В этих сладостях нет убойной смеси трансжиров, красителей и химических ароматизаторов. Правда, коробка конфет ручной работы будет стоить значительно дороже фабричной. Все натуральные продукты, они, естественно, более дорогие, чем заменители, усилители вкуса. Поэтому, к сожалению, производители, чтобы удешевить свой продукт и чтобы он был более доступным для покупателей, они, естественно, добавляют такие вещи. Цена новогоднего набора зачастую в десятки раз превышает его себестоимость. Туда кладут залежалый товар, порой с истекшим сроком годности. Могут, конечно, сделать упаковщики пересортицу товара. Значит, они могут добавить в свежие конфеты, те конфеты, которые уже вот на грани, у которых срок годности заканчивается. То есть, ну, это вы уже определите чисто порганолептически, когда вскроете подарок и уже начнете дегустировать эту конфетку. В подарочном наборе каждая конфета должна иметь дату производства, состав и адрес производителя. Но часто этими нормативами упаковщики пренебрегают. Их не пугают штрафы, ведь пара десятков тысяч рублей – ничего по сравнению с прибылью в несколько миллионов. Достаточно 150 тысяч рублей для того, чтобы открыть что-то подобное. Для того, чтобы вот нам с вами, да, завтра взять, закупить конфеты, их распаковать и отправить куда-то в магазин. Вот достаточно, это, казалось бы, не совсем большой суммы, да. Увеличение прибыли может быть до 200%. Между тем, родители, сотрудники детских садов и школ благотворительной организации тоннами закупают конфеты, чтобы сформировать из них детские подарки. Так, администрация Омска потратила в этом году на новогодние наборы почти 4 миллиона рублей. Доверять предпринимателям, которые выигрывают тендеры на сладкие подарки, нельзя, считают в Роспотребнадзоре. Потому ежегодно проверяют исполнители госзаказов. Условия хранения не соблюдались. Мы делали такие замечания, чтобы они быстро исправили. Были требования, нарушались именно по маркировке. Поэтому проще собрать сладости самостоятельно. Для сравнения мы купили подарок за 262 рубля. Это средняя цена. В полукилограммовом наборе одна молочная шоколадка из сомнительных ингредиентов, 25 конфет в шоколадной глазури, 6 карамелек и 2 риски. На такую же сумму мы купили трюфели, марсианку, фундук в шоколаде, еще пару конфет известных производителей, грильяш, халву и традиционный маску и мак. Итого получилась одна плитка настоящего шоколада, в котором, в отличие от этого шоколада, есть какао-масло. И 48 конфет, все шоколадные. Никакого бонуса в виде мармеладки, зефирки или карамельки. Конечно, мы сэкономили на упаковке, купив обычный пакет с рисунком. Но зато в нем больше конфет, и все на свой вкус. А значит, ценители качества и количества выберут именно его. Алена Бензик, Евгений Русенко, Анатолий Серов. Омск.Здесь.